МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целью нашей школы было не только бесплатное обучение воспитанников детского дома, также было трудоустройство выпускников детского дома. Я хотел, чтобы, когда посторонний человек заходит в зал, где занимаются дети, он не мог пальцем показать, сказать, этот ребенок с детского дома, этот ребенок из полкополочной семьи. Я хотел, чтобы все дети были наравне. Все началось в 2009 году. Я учился на втором курсе университета, и мы с ребятами, не знаю, почему-то захотели танцевать. Мы после пары остались в одном из кабинетов, включили YouTube, включили видео. И просто начали учиться танцевать. Встреча с ребятами из детского дома за кулисами прошла не самым лучшим образом. Ребята немножко были агрессивно настроенными. Но, несмотря на это, оказывается, наш танец им понравился. И они подошли тайком к своему завучу, Ганни Иркешевне, и попросили, чтобы... Можете попросить тех ребят, чтобы научили нас этому танцу? Она подходит ко мне за кулисами и говорит, что ваш танец очень понравился нам. Не могли бы вы в свободное время от учебы прийти к нам и детей научить этому танцу? И в назначенный день я прихожу в детский дом, в кабинет, и передо мной завуч собрал 12 разных шерстных ребят. Кто-то был закрытым ребенком, кто-то в углу забился, кто-то выражал свою агрессию через какие-то плохие слова, кто-то пинком открывал дверь. То есть они этим своим показывали, вот мы крутые, кто-то такой. Когда Ибек пришел, мы его не сразу приняли. Мы всячески показывали характер, иногда его не слушались. Но он мирился со всеми и постепенно начал находить к нам подход, подружился с нами. Он сейчас нам, как старший брат, ну, как отец, можно сказать, поддерживает. Даже по сей день мы с ним очень тесно общаемся. Ну, когда случился первый конфликт с одним из детей, я пошел к воспитателю. К воспитателю за чашкой чая я начал расспрашивать про ребенка, про его историю, какие трудности он прошел, как он попал в детский дом. Таким образом, за все время моей работы я о каждом ребенке узнал историю и смог найти каждому из них подход. Он приходил, бесплатно нас учил, с нами занимался, он отдавался от души. Ну, до этого у нас было несколько хореографов. Они просто приходили и не справлялись с нами. Или смотрели как-то свысока на нас, будто мы невоспитанные. И уходили. А вот именно Айбек, он с нами был до конца. Вот. Он всегда нас поддерживал, учил, готовил к конкурсам. И иногда нас баловал. Мы с ним гуляли в парке. Ну, очень много интересного. Две недели мы готовились к фестивалю, к конкурсу. И на областном конкурсе танцев мы заняли, так, третье место заняли. И эта победа настолько вдохновила меня, что я не хореограф по образованию, не знающий ничего, в принципе, в танцах, смог за две недели подготовить ребят, а не занять призовое место. У меня посетила мысль, а если мы будем готовиться профессионально к танцам, если мы купим зеркала, если мы закажем дорогие костюмы, если мы действительно ребят подтянем по танцам, будем делать профессиональную растяжку, разминку. И я в тот же день пошел к директору детского дома и сказал, я буду преподавать танцы бесплатно, просто мне дайте детей, зал, как бы я из этих детей буду делать классных танцоров. Директор сказал, окей, но мы не сможем платить вам зарплату. Я сказал, без проблем, как волонтер, после учебы я буду приходить. И за пять лет мы стали лауреатами республиканских конкурсов, международных конкурсов. Ребят знают во всех детских домах всего Казахстана. Наши уроки, когда дети занимались танцами, абсолютно весь детский дом собирался, через окно смотрел, как они занимаются. Наши ребята, которые были 12-летними, не совсем уверенными в себе подростками, с кучей проблем, стали действительно звездами в своем же детском доме. Все дети хотели на них равняться. Все дети хотели танцевать в этом же танцевальном зале. И когда я приходил в детский дом на репетицию, малыши прибегали и говорили, когда вы нас возьмете, когда мы будем танцевать так же, как старшие ребята. Много разных детей приходило к нам. Приходили просто посмотреть, приходили просто послушать, попробовать. Но оставались самые стойкие. За эти 7 лет мы стали реально настоящей командой. Мы даже не команда, не то слово, это большая семья. Сейчас мы периодически собираемся. Все наши ребята, которые учились у меня танцем, все заканчивают высшее учебное заведение, все получили квартиру, все работают на престижных работах. Никто не сидит, не ждет помощи от государства, никто не жалуется, что я с детского дома. Все работают, все надеются только на себя. Я думаю, танцы в этом плане помогли им состояться как личность. Потому что когда ты стоишь на сцене в красивом дорогом костюме, и тебе рукоплескает весь зал, ты уже не думаешь, я с детского дома, я хуже выгляжу, чем ребенок с благополучной семьей. Ты чувствуешь себя звездой, и ты чувствуешь, что ты на самом деле лучше, чем другие дети, что ты чего-то добился в этом мире. Мы и нашим детям говорили, вам никто ничего не должен. Вы должны своим трудом сами всего достигать. То, что ты из детского дома, это не дает тебе никакое преимущество. То есть ты просто из детского дома, у тебя просто нет родителей, у тебя две ноги и две руки, и огромный талант. Поэтому давайте вперед и делайте. То есть это был самый основной принцип нашей работы. В 2012 году я заканчивал университет, и тут встает вопрос о поиске работы. Я нахожу работу, устраиваюсь, и три года работаю в иностранной компании на довольно-таки хорошей должности. Мне работа очень нравилась. Но с девяти до семи я на работе. В семь часов я сажусь на такси и мчусь в детский дом, где меня ждет ужин. Дети мне со столовой приносят ужин, чтобы я покушал после работы. И мы начинаем танцевать. Танцевали мы вплоть до девяти, до девяти тридцати. И так продолжалось на протяжении трех лет, когда нас приглашали на какие-то конкурсы республиканские, городские. На работе я брал отпуск. Однажды ночью я сидел в интернете и наткнулся на объявление о конкурсе социальных проектов. Назывался он «Измени мир вокруг себя». Я прочитал условия и, сидя в постели, написал быстренько, что хочу открыть школу танцев для ребят с детского дома. И особо не заморачивался насчет заявки, отправил ее. Через две недели, когда я был на работе, ко мне звонят с Бишкека, организаторы, и говорят, вот Айбек, из 300 заявок выбрали вашу. Нам понравилась ваша идея. Мы написали бизнес-план, бизнес-проект. Я защищаю его на конкурсе грантов. И тут на финале объявляют мое имя и говорят, что я победитель. Меня не только радость переполняла. Были переживания, что я буду делать с основной работой. Как я открою эту школу танцев. Я в принципе не понимал. Мы писали бизнес-план, участвовал. Это было как соревнование, когда сказали, что я выиграл, и что вот, перечислить сумму гранта на счет, и нужно будет искать место аренды, нужно будет сдавать какие-то отчеты. Я на самом деле испугался. Потому что опыта в бизнесе у меня не было. Я ничего не смыслил. В маркетинге, в управлении, да, в предприятии. И я до последнего думал, что я смогу совмещать и работу, и бизнес. Но когда я расписал маркетинг-план, когда я расписал план работы по центру, по студии танцев, я понял, что я совмещать не смогу. В понедельник я пишу заявление об уходе. Меня очень легко отпустили. Сказали, что ты, в принципе, всегда говорил детский дом, детский дом. То есть мы понимали, что тебя долго держать не можем. Ты как птица, которая в клетке, в принципе, не живет. В августе началось самое интересное. Мы сняли помещение в аренду, отдали задаток. И я действительно не знаю, что дальше делать. Потому что мы до этого делали все бесплатно. А тут нужно деньги зарабатывать, нужно найти педагогов, ресепшн оформить. И я звоню всем своим ребятам, которые учились у меня на протяжении шести лет. Они тут же все приезжают. И я говорю, ребята, это наш новый дом. Здесь мы будем заниматься танцами. Здесь мы будем учить других детей. И ребята вечером пришли с ведрами, со шпателями. И мы буквально за неделю сделали ремонт. И когда мы закончили все помещение, весь ремонт, встал вопрос наполнения учениками. Мы расклеили объявления по всему микрорайону. В тот момент я очень сильно переживал, что кто-то из знакомых меня увидит. Потому что я региональный менеджер по рекламе в крупной иностранной компании. Ухожу с работ и по ночам клею листовки. У нас народ такой, он любит потом сказать, айбек вот ушел, сейчас клеит листовки по микрорайону, безработный ходит. Но, к счастью, меня никто не увидел. И на следующее утро 1200 расклеенных листовок принесли результат. Около 200 звонков было, и 30 человек записалось к нам на танцы. И мы в сентябре стартанули с учениками нашу школу. К Абеку мы пришли случайно по объявлению. Причем объявление было просто на фасаде студии. А я случайно пришла в салон красоты, сделать какие-то процедуры. Прочитала объявление. А буквально до этого мы уже две студии сменили. И моя старшая дочь Газиза начала ходить. А потом сюда стала ходить еще моя младшая дочь Гайни. Потому что она видела, как ее старшая сестра меняется, как она преображается, как она раскрывается в этой студии. Ей очень это понравилось. И она просто не захотела находиться в тени своей старшей сестры. Тоже пришла сюда. Сначала она пришла просто заниматься гитарой, потому что считала, что она не может петь. И стеснялась. Потом она тоже стала петь. А теперь мои обе дочери, Газиза и Гайни, вообще здесь еще и танцуют. То есть они сейчас в ходе процесса занятий, они себя еще раскрыли в другом, как бы, в другой стороны. Поэтому они сейчас у меня и поют, и танцуют. И дети, которые, ну, уже не дети, да, это, в принципе, взрослые уже молодые люди, 18-20 лет, они были хореографами в нашем центре. И перед уроком они очень сильно переживали, да, что скажут родители. А если они узнают, что есть детского дома? А если дети узнают, что есть детского дома? Они не будут ли смеяться, не будут ли обзываться, да, косо смотреть на меня? И первое время, первые три месяца я вместе с ребятами заходил на урок. Я просто сидел рядом с аппаратурой и смотрел, как проходит урок, давал какие-то советы. И за три месяца из простых ребят-танцоров детского дома получились высококлассные педагоги. В 2012 году мы съездили в Турцию на международный фестиваль, где участвовало 10 стран мира. И для ребят это была первая поездка со мной за границу. Я человек, знающий турецкий язык. В самолете ребятам говорил, как здороваться, как там спрашивать, как дела. И когда мы оттуда вернулись, у ребят были друзья со всех стран мира. И у них совсем другие цели появились. Если раньше у них была цель просто выпуститься из детского дома, да, устроиться на какую-то работу, сейчас у них была цель поехать за границу, устроиться за границу где-то работать, да, выучить языки. То есть они поняли, для чего они изучают язык, для чего они показывают свое творчество. Они начали любить свою страну. Когда ты идешь на параде стран и несешь высоко свой флаг, и когда все тебя аплодируют, фотографируют тебя, ребят действительно стали звездами там, в Турции. Улыбайтесь. Не опозорьтесь, когда это ваша школа. Если вы классно выступите, вы потом можете уже еще раз выступать. Моя дочь Жамиля Бесимбаева уже два года ходит в студию к Айбеку. И я хочу сказать, что с первых дней, как мы посетили эту студию, мы были восхищены этим человеком, который действительно может мотивировать, который может раскрыть таланты в ребенке, несмотря на то, что не он, да, педагог был по вокалу. Мой ребенок занимается музыкой давно, но мы раскрыли в ней вокальные данные, так мы занимаемся скрипкой. И узнав о том, что Айбек имеет такой замечательный центр социального творчества, это, наверное, было одним из первых шагов, почему мы выбрали именно этот центр. В феврале этого года мы получили приглашение на международный фестиваль, который будет проходить в Турции. Я собираю всех своих старых танцоров, выпускников уже детского дома, и предлагаю им поехать. На первом этапе ребята сказали, да, мы соберем все деньги, мы будем откладывать свои стипендии, там, зарплату соберем. Но когда дело близилось, ближе к поездке, все по одному начали, как бы, отказываться. То есть я не смогу, у меня нет денег, я не смогу поехать, у меня нет возможности. Как бы не рассчитали, что столько денег нужно будет. Самая большая проблема – это выпускники детского дома, которых выпустили когда из маминого гнезда, и они не знают, что делать. Да, стипендия пришла, они не знают, какую-то стипендию правильную рассчитать, да, купить проездной, купить продукты, там, не знаю, отложить на одежду. И они с таким упорством репетировали, танцевали, допоздна здесь задерживались. Я сказал, ребята, вы, главное, сделайте мне программу, четко репетируйте, вовремя приходите на репетицию, а по поводу билетов я попробую сам решить как-то. В тот день ко мне позвонили с авиагентства, сказали, Айбек, либо вы выкупаете билеты, да, в новости сегодня все оплату, либо вы, как бы, мы снимаем с брони билеты, и вылетите только те, кто оплатил за поездку. Я захожу в Facebook, включаю прямой эфир и говорю все, что у меня накипело на тот момент. Я рассказываю о своем опыте в детском доме, о том, почему хочется, чтобы эти дети поехали на фестиваль. И тут начинают подключаться люди, задавать вопросы. И после прямого эфира ко мне в личку пишет Асилия Жаманкулова и предлагает написать пост. Пост с просьбой о сборе денег на поездку для ребят. Мы не просто собирали деньги, мы делали концерт, где ребята сами предложили, давайте мы сами поставим концерт, покажем наше творчество, а за счет проданных билетов мы, как бы, соберем деньги на поездку. В день концерта на Карточке уже было полтора миллиона тенге, и когда мы завершили концерт, и мне потом говорят, что на Карточке уже два миллиона тенге, и этих денег нам хватит не только на билеты, но и на костюмы новые, да, на новые музыкальные инструменты, ну и как бы полностью всю поездку оплатить ребятам. Я не верил в силу именно социальных сетей, что, да, есть же слово АСАР всем миром. Действительно, на эту поездку собрали всем миром. Звонили бабушки, которые приносили по 500 тенге со своей пенсии, и говорили, можно я принесу 500 тенге, это все, что у меня есть, я вам верю, я хочу, чтобы эти ребята поехали и показали творчество, да, вам никто не помогает, давайте, мы, простой народ, поможем вам. И это действительно придало сил, то есть у нас действительно на этот момент выросли крылья, и мы чувствовали ответственность. По приезду в Турцию у нас было свободное время, мы репетировали, мы не переставая играли на дамбре, мы по несколько раз отглаживали наши костюмы, отглаживали наш флаг, то есть мы в 6 утра проснулись, опять репетировали, то есть на нас действительно такая была большая ответственность перед страной, потому что эти деньги на поездку вся страна собрала. За все это время, то, что я работаю с детьми, я для себя вынес несколько таких уроков, которым я сейчас до сих пор следую. Первое – это никогда не сдаваться. Этому меня научили дети. Второй урок, который я для себя получил, это слышать и видеть знаки судьбы. Не случайно же мы выступали на этом концерт, не случайно нас дети увидели, не случайно мой университет находится здесь, рядом с детским домом, не случайно я 8 лет живу рядом с детским домом. Надо просто видеть знаки судьбы и просто следовать им. Мы часто не видим этого всего. Заветная моя мечта – это побывать в Новой Зеландии и посмотреть, как океан с небом сливаются. Нужно конкретно ставить какие-то цели и прорабатывать их. Здравствуйте! Мы как раз вас ждем. Проходите, пожалуйста. Пойдемте, проходите. Так. Пойдемте пока в гостиную. Так. Знакомьтесь, это моя мама Светлана. Здравствуйте, добрый день. Это моя подруга Маша. Я особенным себя почувствовал, когда чем-то начал заниматься. То есть, когда к чему-то меня привлекали. То есть, вот к спорту, вот к рисованию. То есть, если бы этого не было, ну, скорее всего, я бы, наверное, стух. Пока наши там общаются, я быстренько подогрею чайник нам. Я благодарю своих родителей. Они у меня большие молодцы, правда. Они меня просто подняли. Никогда не давали спуску. Меня воспитали так, чтобы я смог хотя бы себе чайник поставить. Если у меня что-то не получалось, я это переделывал. Потому что мне говорили, потом ты нам скажешь спасибо. И правда. Я говорю им спасибо, правда. Потому что они меня научили. Они меня научили жить. Они научили меня выживать. Получилось так, что Ваню мама оставила в детском доме после рождения. И потом, как бы, еще и объявила умершим его родная мама. Когда я узнала, что вот нынешнего моего мужа, кажется, и сына живу в детском доме, то есть сразу было решено забрать. Ваню было два с половиной года. Ну, поэтому, в общем-то, это мой сын. И вот даже, видимо, дело не только в генах. Ну, или энергетика вот переплетается. То есть, вот как ни странно, из троих детей только он один унаследовал мои способности. Там стихи писать, рисовать, музыку. Как бы мы его учили ложкой пользоваться. Потому что в детском доме никто этим не учит. Учили ложкой там пользоваться. Учили стакан держать. И были там всякие, что он один из нас обварился. Мы в больнице лежали. То есть, не удержал бокал с чаем. То есть, всякое было. Мы, когда Ваню привезли из детского дома, мы очень долго не могли его отучить. Прятать еду под подушку. Он не мог поверить, что в любой момент можно прийти на кухню. И все, что хочешь, там взять. Я ему прямо запрещала ходить, просить какие-то льготы. Заработай и купи. То есть, имей чувство собственного достоинства. Если человек эмоциональный, и он творческий, да, ему нужно обязательно как-то двигаться, как-то вот искрить, светиться. Вот они меня этому научили. Я вот сейчас понимаю, вот у меня есть парень знакомых, но они как-то сжатые, скомканные, что ли. То есть, их не переучили к тому, что нужно стремиться. То есть, не важно, как ты физически развит, да, не важно даже, как духовно. Важно то, что какие люди тебя окружают. То есть, если тебя окружают люди, которые действительно в тебя верят, они хотят, чтобы ты добился чего-то. Да, иногда с ними сложно, иногда много требуют. Но эти люди помогают понять, что реально чего-то можно достичь. Ну, обычный ребенок, ну да, не без способностей, но и не гений, допустим. То есть, мне это главное даже было не то, каких высот он достигнет, чтобы у него была цель в жизни и удовлетворенность в жизни. То есть, просто, ну, проще говоря, чтобы он был счастлив. Вот по прошествии времени, мне сейчас уже 25, я смотрю просто назад сейчас и понимаю, что если бы этого не было, если бы со мной это не случилось, ну, наверное, бы я бы где-нибудь сейчас в больнице куда-нибудь лежал, скорее всего. Несколько лет я по санаториуму ездил, лечение проходил. Ну, сажи всякие были. То есть, конечно, люди помогали. В то время, пока я там был, были такие же, как я, в принципе. То есть, с какими-то болезнями. Года 4 назад мы его положили в больницу полечиться. Вернулся оттуда Ваня с бомжом, со сломанной ногой. Мы этому бомжу оплатили операцию, вылечили, нашли его родственников. В общем, полгода этот бомж жил у нас. Потом отправили благополучно его к маме. И не согласиться я не могла, ну, как бы его приютить, потому что это означало, ну, общий весь авторитет потерять. Потому что, когда вот между словом и делом как бы расходятся, они в таком возрасте не понимают еще какие-то там смягчающие обстоятельства. То есть, вот, если учила милосердию к ближнему, то как ты можешь не приютить? Поэтому мне, конечно, скрипя сердцем, пришлось полгода жизнь с бомжом. В нашем доме отмыли, пролечили. Если ты чем-то отличился, если у тебя какая-то болячка, неважно там, что там, конечно, ее сразу заметят. Да, такое тоже было. И да, мне было очень трудно, на самом деле. Всю жизнь так. Даже вот в автобусе в том же самом. Ну, по дороге просто ходишь, вот даже по базару просто пройтись, если... Ну, вот нельзя пройти так, чтобы тебя не заметили. Не потому что там, ты там звезда или там, ты там чего-то достиг, а потому что у тебя вот такие какие-то физические недоразвития. Но я это не считаю какой-то кармой или какой-то болезнью. Я считаю то, что если мне это угодно, значит, я смогу это пройти, значит, я достойен этого. Жить ты будешь в реальном мире, не жди, что у тебя будут какие-то поблажки. То есть добивайся, делай все на том уровне, как если бы ты был здоров. То есть не требуй никаких поблажек. И в школе вот у нас было несколько конфликтов с педагогами в частной школе. То есть я там прям стучала кулаком и требовала спрашивать на общих основаниях. Все, никаких поблажек. Он на голову здоровый. И спрашивать, как со всех. В моей жизни просто есть люди, которых я люблю. И они мне очень дороги. Я чувствую себя таким, какой я есть. Я нашел себя. Я горжусь этим. Мне нравится его дух, его общение. То есть я к нему иногда хожу, как к психологу, когда мне иногда бывает очень жутко плохо. И я не иду, допустим, к маме, как к другим людям. Я иду, просто поговорю с ним, мне становится до такой степени хорошо, легко. То есть я вижу его глаза, как он горит желанием что-то создать, что-то сотворить. Я просто без ума от него, как от человека. И я очень рада, что я с ним знакома. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, спасибо. Ага, 23-й. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Все, я на тренировку. А вам со мной нельзя. Я не хочу, что это играет. А где? Вот. Все, до свидания. Первое мое впечатление вообще о спорте появилось в тот момент, когда в классе пятом это было. Мы поехали в бассейн, у нас был такой урок. И, знаете, так получилось, что кто-то нечаянно меня столкнул в бассейн. Да, ну вот. Ну, я не помню, что там именно произошло, но я точно помню то, что я просто всплыл и начал плыть. То есть начал просто ногами двигаться, да. Мне понравилось это. То есть мне нравилась вода. Пять лет назад мне позвонили и предложили вот такой вариант. Почему бы тебе не позаниматься спортом, не поездить по городам, не выйти там на какую-то стипендию. То есть тебя будут знать, тебя будут видеть. И я поверил в это. Вот. И начал заниматься усерднее. Первые соревнования мы прошли в Караганде в 2013 году. Это как раз после двух месяцев, как меня пригласили в большой спорт. Мне сказали, что у нас есть ровно два месяца до серьезных соревнований. Старался заниматься. Со мной занимались тоже люди. Спасибо им большое. И я первый раз занял третье место. Я сам не ожидал, конечно, такого поворота. Но это случилось. И потом, когда мне сказали, что ты кандидат мастера спорта, я думал, вау. Надо же что-то лучше делать, надо же еще больше что-то делать. Каждый год у нас область, каждый год у нас республика. В этом году такая появилась возможность. Первый раз я вышел просто за рамки нашей страны. Это была Чехия. Естественно, мы очень сильно работали, чтобы там показать очень хорошие результаты. В Чехии занял первое место. Я, когда узнал это, я, конечно, был шокирован, правда. Я думал, ну, может, пятая, шестая. Там ребята были действительно круче меня намного. Ну, как только я пришел к плаванию, это моя мечта была. И она сбылась. Правда, мечты сбываются, если в них верить. Если не просто верить в них, а, как вы знаете, детально проработать все то, что может с собой произойти. Вот если вот детально это проработать, оно случится именно так, как ты этого хочешь. Ну, так это и случилось. Я второй год наблюдаю, как Иван тренируется, и его усердности и целеустремленности может позавидовать любой физически здоровый человек. Мы очень гордимся тем, что чемпион паралимпийского вида спорта тренируется именно у нас. Девушка с 11 или 10 класса, я не помню, как ее зовут, она мне подарила конфеты. Там были два зайца в лодке, и я подумал их нарисовать. Я тогда еще очень коряво рисовал, вообще не рисовал, и попробовал. Было очень трудно, и, наверное, сразу двухсотого, наверное, получилось. Ну, получилось. Да, конечно, тоже коряво, но и тем не менее оно как-то похоже было. И я узнал то, что у нее день рождения скоро. Я думаю, надо ей такой сделать подарок. Ну, я проработал этот рисунок и подарил. В этой же коробке был этот рисунок. Это было в столовой, да, я до сих пор помню этот момент. Я подошел к ней, подарил эту коробку. Я помню ее слезы. Они были такие искренние, настолько приятные. С этого все и началось, в принципе. Я очень часто стал рисовать, очень часто. То есть на всех тетрадках, во всех учебниках даже старался там где-то порисовать. Стали конкурсы проводить в школе. Конечно, за класс участвовал. Отдельно тоже были какие-то награды. Но в основном за класс. И постепенно открыл себе вот этот вот талант. Я не могу это сказать. Это просто, наверное, знаете, крик. Да, это крик души такой вот. Мне хочется это рассказать людям. Прежде чем показать людям свои работы, я их сам пытаюсь понять. То есть какой-то выделить определенный смысл. Мне хочется, чтобы они подумали над этим. То есть почти все картины именно связаны с психологией, вот с такой, знаете, с тяжелой темой. И иногда мне даже самому трудно. Потому что то, что в голове творится, да, я не могу это точности показать на бумаге, допустим, или на холсте. Но сейчас стараюсь уже это полностью детально сначала проработать в голове, а потом уже, естественно, на бумагу или на холст. Я работаю без мольберта. Мольберт мне заменяет пол. Ну, для меня это привычнее и мне так комфортно. Он мне нарисовал как-то шарж. Мне очень понравилось. Это было просто незабываемо. Он подарил мне его на мой день рождения. И я так неожиданно это все было. Очень трогательно. И все друзья тоже говорят, надо же, вот человек тебе со всей душой. И вот мы друг друга поддерживаем во всех планах. То есть несмотря, там, общение, картин, то есть во всем. Когда человек в тебя верит, он не просто в тебя начинает верить, он тебе начинает отдавать все, что у него есть. И когда я это получаю, у меня все получается. То есть я это чувствую. Но в тот момент произошел нехороший казус, который повлек просто за собой вот мелкие стычки, знаете. Я просто отошел. Я сказал себе, все, хватит. Нужно менять людей, нужно менять обстановку, потому что если это не будет меняться, то мы так и будем на месте болтаться. Но это неприятно на самом деле. Я вот несколько лет так и проводил время. То есть каждый день. Я не понимал, зачем я вообще живу. То есть если я рисую, то надо как-то больше делать, лучше. То есть надо стремиться дальше, да. Как в плавание, например. Там меня постоянно гоняют. Не дают такого спуска там или... Ну там, ой, Ваня, молодец, все, можешь отдыхать. Нет, ни в коем случае. То есть если я не покажу результат, люди просто перестанут верить. Да я сам просто стану какой-то тряпкой. Я поддерживаю во всем, ну, в спорте. Потому что спорт мне тоже близок. И мне тоже нравится то, что вот он горит желанием. То, что он постоянно занимает первые места. То есть вот этот дух победителя, он не у каждого есть. Стал просто сам. Сам находить людей. Как-то вот связываться с ними. Да, мне сложно, мне трудно на самом деле. Мне страшно. Потому что, вот знаете, ну как, мы все люди доверчивые, скажем так. То есть это обязательно как-то в корыстных целях происходит. Вот обязательно. То есть если тебе помогли, значит, отдача должна быть еще лучше. Да, она будет лучше, если тот человек, который тебе помог, он будет верить в то, что ты действительно чего-то достигаешь. А не так, что напирают, напирают, напирают. Да, они видят то, что ты работаешь, у тебя все получается. Но ничего, это... Это кочки. Это кочки жизни. Они проходят. Нужно себе прокладывать асфальт. А лучше брусчатку. Значит, в одном из университетов города Алматы меня пригласили, ну как у меня, была целая команда. Была выставка с концертом. Мы выступили, для нас выступали. Перед сценой поставили столы и разложили мои картины. И когда домой я приехал, я узнал то, что одной картины не хватает. Ну вот я давай звонить организаторам. Я говорю, ребята, почему так случилось? Мы будем разбираться. Хорошо, все, спасибо тебе за сообщение. Ну, может, кому-то она понравилась. Просто дело в том, что могли бы подойти, скажем, попросить. То есть, без проблем. Это, получается, гранж. Есть такой стиль рисования. Здесь участвовали акварель и гуашь. Также здесь участвовала пастель и тоже гуашь. В картине пополам участвовал уголь и пастель. Если человек не будет завидовать, то у него не будет стремления к этому. Если у того человека есть машина, я тоже хочу. Да, я хочу водителю. Правда, я хочу водителю. Я добьюсь этого, правда. То есть я верю в это. Это, скорее всего, не зависть. Это просто хотение. Зависть сама по себе, наверное, в людях появилась, потому что кто-то умеет делать хорошо, а кто-то нет. Тот, кто не умеет, тот и завидит. То есть всему можно научиться, если есть стремление, если есть мечта. Ну и какая-то, может быть, малая твердость в том, что у тебя это получится. Так, сейчас я буду прорабатывать крылья, потому что здесь у меня еще не доработано. Вот. Я вот так вот ложусь. И вот так вот в режиме шести часов могу лежать и так вот рисовать. Я не профессиональный художник. Я чисто любитель. Люблю свое дело. Тематика в основном о психологии. То есть об отношениях человеческих. Жесткие темы беру. Вот когда я рисую, именно рисую, ту тему, которая во мне дышит, скажем так, живет, мне становится как-то комфортно. Я чувствую то, что я это сделал. Все. Вот эта картина, которую сейчас покажу, называется «Пополам». Эта картина уже участвовала в прошлой выставке. Вот. Это олицетворение греха. Во мне живет очень много людей, тех, кого я люблю. То есть я их чувствую. И когда с ними идет стычка, то я не могу остановиться, я начинаю рисовать. Да, меня вдохновляет именно скандал, меня вдохновляет какая-то ругань. Ну, не связанная с миром, там, где-то там за границей, где-то там в Сирии, там, нет. Именно здесь, в сердце, то есть бывает такое, что очень тяжело. И когда я это выливаю все в картину, делаю картину, я прощаю просто людей. Я начинаю прощать. Ну, она поэтому мне помогает вот держаться добрым, светлым. Сейчас у меня большие планы. В данный момент я прорабатываю новый проект для предстоящей выставки, который, я думаю, состоится в феврале следующего года. В этом году я уже провел выставку в галерее «Белый рояль». Спасибо людям, которые помогли мне в этом. И я думаю, что в следующем году мы с ними встретимся вновь. Сейчас вот готовится проект. Он очень новый, совершенно новый. То есть не будет там никаких-то детских воспоминаний, никаких-то юных. Будет твердость, будет зрелость, будет такая достаточно серьезная тема. Моя мечта – это еще раз попасть на мир уже не просто как спортсмен, а как художник. Выставиться, скажем, в Москве, на арене, в Нью-Йорке, например. Вообще я мечтаю, конечно, в Японии. Очень люблю эту страну и все, что с ней связано. Когда-то это придет. Просто я еще сам не созрел для этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова